Продолжение следует... Эльвира Бехта, начальник управления дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровья. И Геннадий Горох, начальник Тираспольского дорожного ремонтно-строительного управления. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы как специалисты, как сами оцениваете состояние приднестровских дорог? Они плохи, хороши или удовлетворительны? Хочу сказать, что у нас ежегодно, два раза в год проходит комиссионное обследование дорог. В этой комиссии принимает участие большое количество людей, которые там задействованы. Это и управление государственной автомобильной инспекцией, это и служба надзора, это представители госадминистрации, представители дорожных предприятий, представители Советов народных депутатов. Основная цель этой комиссии – определить качество наших дорог, определить те максимально разрушенные участки, которые требуют срочного ремонта. Наши дороги отработали уже по несколько межремонтных сроков, без необходимого ремонта, без необходимых работ, которые в соответствии с номенклатурой мы должны производить. Вот, допустим, ремонт дорог у нас должен производиться раз в 7 лет. К сожалению, с 99-го года такого капитального ремонта у нас практически не производилось. И на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. На четверку, на пятерку, ниже среднего уже? Как вы все-таки решили? На четверку с минусом. Как автолюбитель и как дорожник, я скажу, что хотелось бы, конечно, твердую четверку, но я бы, наверное, поставил 4 с большим минусом. Опять же, ввиду того, что есть объективные причины на то, чтобы такой стране дорог у нас сейчас было. И первая причина – это финансирование. В любой стране мира, не выделяя на дороге деньги, хороших дорог не будет. Вера Николаевна, где ситуация с дорогами самая плачевная в республике? Во всех районах мы после зимы вышли довольно-таки с разбитыми дорогами. Сейчас вы видели, что зима у нас была затяжная, очень частые переходы температуры через ноль. Это как раз-таки способствовало максимальному разрешению дорожного полотна. Помимо того, у нас для того, чтобы предотвратить гололед, рассыпается песко-соляная смесь. Она тоже является агрессивной средой для покрытий. Поэтому покрытия у нас, конечно, разрушены. Сказать, что где-то лучше, где-то хуже, я не могу. В основном, вернее, не в основном, а в целом по республике ситуация почти одинаковая. Есть дороги республиканские, есть дороги городские. Как вы их делите? Какие ваши дороги? Дело в том, что у нас в 2013 году прошла инвентаризация дорог, где были четко определены границы дорог. Помимо всего прочего, государственные дороги у нас еще с 92-го года определена их протяженность, их начало, конец. У нас посчитана приведенная протяженность дорог, а уже на основании приведенной протяженности у нас идет разделение средств дорожного фонда между муниципальными и государственными дорогами. То есть споров о том, кто какую дорогу ремонтирует, не возникает? И бесхозных дорог нет? На сегодняшний день нет уже. Столичные дорожники уже полным ходом ремонтируют дороги. Геннадий Дмитриевич, на какой стадии в Террасполе, на каком этапе текущий ремонт и сколько километров асфальта вам надо отремонтировать? Сколько это всего? Сейчас в городе работаем уже по нескольким программам из дорожного фонда. Это средний ремонт, выполнено уже несколько объектов. Это улица 25 октября в районе бульвара Гагарина. Это улица Царева, которая идет в комплексе Синева, но пока работы по улице Синева продолжаются. Это комплексный объект. По текущему ремонту мы уже работаем более месяца. И по ориентировочным данным, тем, которые мы постоянно мониторим наши дороги, еще где-то в течение месяца будет проводиться текущий ремонт дорог. Из-за того, что дороги, как сказала Илья Николаевна, после зимнего периода у нас глобально разрушились. Я бы хотел сказать так. Потому что при мониторинге их в феврале месяце была просчитана одна сумма приблизительная. Но ввиду того марта месяца, который и начало, и первой половины апреля даже можно сказать, который у нас был с постоянным выпадением осадков, с постоянным переходом температуры из положительной в отрицательную, объем увеличился у нас в два раза. А как вы определяете, какой участок нуждается в ремонте? Ну если это центр города, мы как бы видим, все налицо. А если это окраины, мониторите как-то ситуацию? Ездит постоянно у нас комиссия, да и мы ездим постоянно по нашему городу. И такого разделения, мы стараемся уйти от такого разделения, как центральная часть города должна быть идеальная, а периферии уже на что хватит. Главой госминистрации было на указание уже в прошлом году, что все дороги у нас разнозначны, и поэтому уже на примере прошлого года мы стараемся равномерно во всех районах города Террасполя, не только центр, а окраины остаются то, что хватает денег, работать в равномерных частях. Есть такой приоритет, как движение общественного транспорта, потому что те же троллейбусы, те же маршрутные такси и основные артерии города нуждаются в более капитальном ремонте, ввиду того, что больше загруженных транспортных средств и сами транспортные средства, как разрушающий фактор, больше влияют на то покрытие, которое находится на этих дорогах. Соответственно, на окраинах менее загруженный транспорт, транспорт там наши дороги, поэтому они менее разрушаются ввиду этого фактора. Но опять же, главой было в начале прошлого года дано указание, что дороги в Террасполе и жители в Террасполе живут все в одном городе, поэтому разницы на центральную часть и какие-то окраины не делают такой разницы. Эльвира Николаевна, сколько в этом году всего потратят денег на ремонт дорог в республике? В соответствии с законом о республиканском бюджете, в Дорожный фонд планируется поступление в размере 155 миллионов рублей. Но ввиду того, что у нас есть социально незащищенные статьи, у нас из Дорожного фонда 30% средств уходит на погашение задолженности бюджета по социально незащищенным статьям. Порядка 3 миллионов у нас уходит на строительство парковок и стоянок, которые тоже важны в городах особенно. И непосредственно на дороге уже остается 108 миллионов. Вот исходя из этих 108 миллионов и планируются работы. То есть распределение средств идет 31 миллион на государственные дороги и соответственно уже 79 миллионов на дороги муниципальные. Есть какая-то сумма, сколько нужно вложить, чтобы отремонтировать дороги кардинально и надолго? Есть такая калькуляция? Ну, специалистами Управления дорожного хозяйства в 2014 году, правда, когда как раз после инвентаризации была просчитана сумма средств, которые необходимы на ремонт дорог. Сумма, конечно, очень большая, это порядка 2 миллиардов рублей ПМР. И ежегодно для того, чтобы поддерживать нашу сеть в более-менее технически исправном состоянии, нам надо порядка 500 миллионов. Если бы нам выделялись такие деньги, нашли бы такие деньги ежегодно, у нас не было бы проблемы, вот такой, как мы имеем сегодня. То есть не было бы такого количества ямочного ремонта при выходе из зимы, потому что производились бы больше работ именно по ремонту покрытий. Содержание дорог – это условно постоянная величина. На ее содержание должна выделяться определенная сумма денег ежегодно. Меньше мы не можем. Чем больше средств поступает в Дорожный фонд и выделяется на дорожные работы, тем больше средств идет непосредственно на ремонт. Есть такое понятие, как вот концессионные дороги. То есть инвестор делает классную дорогу, но эта дорога будет платной. Такой механизм мог бы как-то решить проблему? Это российский опыт, да, у нас он возможен. Я понимаю, о чем вы говорите. Как раз таки по государственному частному партнерству у нас в 2016 году еще шла речь. Мы, опять же, промониторили наши дороги, но у нас есть одно «но». Как правило, вот эти дороги концессионные, как вы говорите, они делаются параллельно с дорогой, которая бесплатная. У нас, к сожалению, республика настолько узкая, что делать параллельные дороги практически невозможно, потому что у нас все земли, вы знаете, сельхозназначения, а под дорогу уходит довольно большое количество земли. Это первый момент. И второй момент – это все-таки найти инвестора. То есть желающих у нас нет пока, да? Пока нет. Геннадий Дмитриевич, как в Тирасполе ремонтируют дороги? Много говорилось о необходимости уйти от ямочного ремонта к среднему. В чем его преимущество? Я хотел бы дополнить еще Леону Николаевну по объему средств. Только по Тирасполю, опять же, ввиду мониторинга, была определенная сумма, что в течение пяти лет, для того, чтобы привезти их хотя бы в то состояние, которое будет устраивать нас, в частности, дорожников и госадминистрацию, надо не менее 50 миллионов ежегодно в течение пяти лет. Только тогда мы сможем уйти от того же ямочного ремонта, уйти от ремонта картами и хотя бы те нормативные сроки покрытия соблюдать и эксплуатировать их необходимо по ГОСТам и по различным строительным нормам и правилам, срокам и качеству этого покрытия. Что касается ямочного ремонта, ямочный ремонт – это необходимая мера в наше время, ввиду того, что дороги разрушаются после каждой зимы. Опять же, старость того покрытия, которое сейчас лежит на наших дорогах, само покрытие уже не имеет тех технических характеристик, которые способны препятствовать такому разрушению ввиду влияния климатических или различных каких-то влияющих факторов. Поэтому от ямочного ремонта при таком финансировании в ближайшие годы мы никуда не денемся. Просто физически не сможем это взять, потому что дороги по всему городу разрушаются в одинаковом отношении. Поэтому где-то сделать одну улицу средним ремонтом и на несколько лет эту проблему убрать и потратить на это, допустим, 500 тысяч рублей, но при этом не сделав другую параллельную дорогу этой же улицы, придя к этой дороге на следующий год, там уже дороги просто не будут потратить не 500 тысяч, а полтора миллиона рублей. Поэтому ямочный ремонт в данный момент – это данность и необходимость того. Ямочный ремонт тоже разделяется на две позиции. Это от самых маленьких ям до 5 квадратных метров максимальной площади и от 5 квадратных метров до 25 квадратных метров максимальной площади, то есть картами. Принято решение такими картами уходить для того, чтобы выбирать эту дорогу сегментами и исправлять покрытие сегментами до 25, даже в некоторых местах до 35-40 квадратных метров для того, чтобы не возвращаться к этому месту хотя бы год-два и продлить срок службы и сэкономить средства на работу на каких-то других улицах и более рационально использовать средства. Многие люди возмущаются, почему так долго делается ремонт. Вот положили асфальт, да и все. Есть же какие-то, наверное, технологические нормы? Уложить асфальт, скажем так. Уложить. Правильно, да. Да, уложить. Это 15-20% от всего комплекса работ, который проводится при укладке этого асфальта-бетона. Асфальт – это уже просто то, что ты положил туда и укатал. Все, в принципе. Сам подготовительный этап занимает около 80% всего комплекса работ. У нас, в принципе, вся центральная часть города, опять же скажу за Тирасполь, вся, вот сколько мы ни копаем вниз, у нас брусчатка. Брусчатка уже при вскрытии ее, она уже не соответствует тем характеристикам, которые обязаны соответствовать тот пирог, находящийся под асфальтобетоном. Поэтому приходится заменять полностью весь пирог, заменять бордюры, и только потом приходит это. А это, соответственно, опять же, если ямочный ремонт – это день-два на такой участок, то средний ремонт – это от двух недель до полутора месяцев, в зависимости от тех работ, которые вскрываются при разработке этого объекта. Быстро не получится. Эльвира Николаевна, работы ведутся, но вопросы остаются. Скажите, пожалуйста, существует ли какая-то гарантия? Вот кто… вот сделал дорогу кто-то, да, но через 12 месяцев, допустим, опять появились ямы, опять дорога разваливается. С кого спросить? Есть какой-то механизм? Гарантийные обязательства. Да, подошли к человеку, подрядчику, и говорим, что тебе заплатили, заплатили, ты делал, делал. Почему? Через год дорога развалилась. Есть механизм такой, чтобы вы заставили этого человека переделать его работу? Да, естественно, такой механизм есть. Во-первых, при объявлении на открытый запрос предложений на выполнение работы, у нас все работы на сегодняшний день проводятся через открытый запрос предложений, и на самом рассмотрении коммерческих предложений, которые подаются, обращается внимание на гарантийный срок. То есть при одинаковых условиях выигрывает тот претендент, у которого гарантийный срок больше. В обязательном порядке гарантийный срок прописывается в договоре. То есть для выполнения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий, среднему ремонту, этот гарантийный срок составляет три года. На ямочном ремонте, именно ввиду наших слабых существующих покрытий, гарантийный срок один год. И предприятие, которое выполняет работы при возникновении каких-то, допустим, я не знаю, ям, выбоин, трещин, оно обязано в течение гарантийного срока осуществить работы по ремонту за собственные средства. Такие случаи были, когда вы полностью вот эту дорожную одежду меняли, да? В 2014 году, вы знаете, кто помнит, в Бендерах была большая такая, произведена работа по ремонту улицы Кишиневской, Панино и Ечино. Это как раз от Кишиневской таможни до поста миротворцев. В результате там было уложено, значит, верхний слой был снят и уложено покрытие толщиной где-то 2,5-3-3,5 сантиметра. При движении большегрузного транспорта, при движении троллейбусов, они у нас тоже, к сожалению, тяжелый транспорт, покрытие пошло трещинами. И Слободейская ДЭСу, они выполняли работы, выполнила заливку трещин за собственный счет. Напоминаем, это программа «Вопрос дня» на Первом Приднестровском. Мы также выходим в эфир «Радио 1» на волнах 104.0 и говорим мы сегодня о качестве приднестровских дорог. Может, мы пользуемся устревшими технологиями, и поэтому у нас вот как-то год и снова надо делать ремонт. Можно ли делать ремонт местными строительными материалами, чтобы не тратить валюту, дорогостоящие строительные смеси не закупать у соседей? Ну, я хочу сказать, что местные строительные материалы у нас в любом случае широко применяются. Как раз-таки для автомобильных дорог местного значения и автомобильных дорог менее загруженных мы можем применять местные материалы. Но на автомобильных дорогах, по которым едет большое количество большегрузного транспорта, по которому, в принципе, большой поток движения идет, применять местные дорожно-строительные материалы, скажем так, не совсем будет рациональное использование средств дорожного фонда. В любом случае нам нужно делать асфальтобетонные смеси на гранитных материалах, потому что они более устойчивы и к сдвигу, и к влиянию всех нагрузок. Ну и, помимо всего прочего, битумы, извините, пока в Приднестровье у нас не производятся. Поэтому в любом случае нам битум приходится закупать. Много говорилось о том, что необходимы новые виды ремонта. В Террасполе, например, решили перейти к ремонту дворовых проездов, дворов цементно-бетонными смесями. Это уже делается? Да, эта тема обсуждалась, и главой было дано задание. Сейчас проходит процесс просчета. Уже есть объявили три объекта, которые в городе, дворовые территории, где идет просчет сейчас стоимости этих работ в цементно-бетоне, именно в цементно-бетонном покрытии. И согласование идет со всеми коммунальными службами, где на наличие коммуникации под этими покрытиями, которые будут укладываться. И я думаю, что в течение месяца такая практика уже начала существоваться в городе. Опять же, повторюсь, три объекта. Не знаю, все три будут или количество их изменится, но эта практика в этом городе, в этом городе, в этом году апробируется однозначно. А что еще нового, кроме бетонных дворов? Ну, у нас, опять же, знаете, у кого хозяина, насколько хватает денег. У нас, например, у нас и в Слободисском ДЭСу есть такие рециклеры, так называемые. Это такие оборудования, которые позволяют нам работать в зимний период. Это производить текущий ремонт горячим асфальтобетоном, который отличается от того асфальтобетона, который привык к нас обыватель. И позволяет работать при отрицательных температурах до минус 5 градусов и на менее обработанное покрытие, что позволяет продлить срок службы до того периода, когда уже наступил богорячие условия и начнется нормальный ремонт дорог. Также в некоторых организациях уже есть такое оборудование, которое позволяет без работы фрезы, без разрушения того покрытия, которое происходит ввиду ямочного ремонта, просто работать сверху на ту яму, которая есть, которая в данном размере. Не выпиливать карту, которая есть по факту. Ее просто сделывается, и этот вид работ тоже продлевает срок службы этого участка покрытия где-то в районе трех лет. Поэтому в зависимости от того, насколько позволяет финансирование, каждое предприятие почти завозит какую-то инновационную технику сюда. Но опять же, как нас часто сравнивают с постсоветскими странами, такими как Беларусь, например, и Россия, то есть масштаб финансирования и масштаб технической возможности оснащения предприятий в той же Беларуси или в России и сравнить с нашим регионом, как бы это, я думаю, даже нет смысла сравнивать. Поэтому, насколько есть возможность, каждый дорожник старается, потому что мы опять же ездим по всем выставкам, мы смотрим тот же интернет, доступен сейчас для каждого жителя, и каждый видит, как в каких-то странах новые технологии применяют, как можно те технологии, которые у нас есть, более модернизировать и как-то добавить какие-то там повышения качества и повышения каких-то характеристик. Это все мониторится, но опять же все упирается в финансовую часть, потому что при стоимости квадратного метра асфальтобетона в районе 350-400 рублей Приднестровья в нашем регионе и в той же Беларуси 500 евро квадратный метр асфальтобетона на трассах магистральных, как бы, соответственно, и разница в оснащении при строительстве этих дорог совершенно отличается. Эльвира Николаевна, и президент, и председатель правительства озвучили необходимость модернизации отрасли дорожного хозяйства. Какова цена вопроса и какие работы предстоят, из чего начнут? Ну, я бы не сказала, что это модернизация. Это программа развития дорожной отрасли. То есть она охватывает и ремонт дорожных покрытий, и ремонт инфраструктуры, замену. То есть это и ливневые канализации, и светофоры, и освещение. И, кроме всего прочего, это и техническое оснащение дорожных предприятий. Сумма пока еще обговаривается, я как бы не могу вам сказать точно. На год, на пятилетку? Среднесрочная на три года, долгосрочная на девять лет. Ну, мы подошли к главному вопросу дня и предлагаем ответить вам, Эльвира Николаевна, на него. Итак, вопрос. Наши дороги станут лучше? Когда? На ответ 30 секунд. При достаточном финансировании, я считаю, что наши дороги будут лучше, и дорожники постараются приложить максимум усилий для того, чтобы дороги стали лучше. Когда? Вопрос финансирования. Я говорила, что если при достаточном финансировании за 5-7 лет дороги наши мы приведем в нормальное техническое состояние. Спасибо. У нас в гостях были Эльвира Бехта, начальник управления дорожного хозяйства Министерства экономического развития Приднестровья, и Геннадий Горох, начальник Тираспольского дорожного ремонтно-строительного управления. Главный вопрос дня сегодня задавали мы, Ольга Гаврилова и Ольга Канцер. Ну, а сразу после нас программа «Спорт-ревю». Мы говорим вам до свидания и оставляем в прекрасной спортивной компании Первого Приднестровского. Редактор субтитров А.Семкин